Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Деяния апостолов» и поговорим об 11 главе. В предыдущей 10 главе евангелист рассказывал о сотнике Корнилии, о том, как Бог сказал Петру, что Бог очистил того не почитай нечистым, и привел Петра в дом Корнилия, где Петр свидетельствует о Иисусе Христе, рассказывает о нем, и самое главное, о воскресении, в котором Бог явил Иисуса с судьей живых и мертвых. И вот язычники приняли это слово, празелиты язычники, не обрезанные Корнилии, его друзья, его домочадцы приняли это слово, уверовали, и им был дан дар Святого Духа, который для уже Петра стал свидетельством того, что этих людей надо крестить, надо присоединить к общине друзей и учеников Господа Иисуса Христа. Прям такая вот замечательная картина получается в 10 предыдущей главе. Но здесь в 11 выясняется, что тем делом не кончилось, и что у этой достаточно благостной картины есть оборотная сторона, потому что апостолы и братья, бывшие в Иудее, то есть те, которые остались в Иерусалиме, там, собственно, кроме Иерусалима-то больше и почти негде было быть, ну, в каких-то небольших окрестных городках еще. Итак, они услышали, что язычники приняли слово Божье, и когда Петр вернулся в Иерусалим, подвергают его допросу. Обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. То, что они услышали свидетельство о Господе нашему Иисусе Христе, не имеет значения. То, что они уверовали в то, что Бог Израилев дал примирение и духом и силой помазал Иисуса быть Мессией, и Израилев не имеет значения, то, что эти люди обрели дар Святого Духа и говорили языками и славили Бога, не имеет значения, не имеет значения, что он ел с ними. И вот его за это упрекают. Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Вообще, конечно, жуткое лукавство. Лукавство, подмена важного неважным. По-настоящему важно, что люди находят Бога. В общем, на самом деле, как бы весь рассказ Луки, как и в принципе все, что Новый Завет говорит на эту тему, свидетельствует о том, что по-настоящему важно вот эта встреча между людьми и Богом. А все остальные земные условия не имеют значения. Это Бог будет решать, что я очистил того, ты не почитай нечистым. Чистые язычники или нечистые, я буду решать, говорит Бог. Ну, собственно, вот Петр и вынужден пересказывать все по порядку, что там с ним произошло. В оправдание обрезанным, которые упрекают Петра, слабое, но все же оправдание, надо сказать вот что. Иудаизм тому времени очень плюралистичное явление. Внутри него есть множество разных течений. Некоторые довольно замкнутые, как садукеи или какие-нибудь там кумраниты. Другие менее замкнутые, как ессеи, фарисеи, назаряне. Еще какие-то течения религиозные, полурелигиозные, религиозно-политические, всякие. Вот. И все друг на друга смотрят. Нам известно, что фарисеи с садукеями терпеть не могли друг друга. И если бы не необходимость поддержания мира и порядка, и не общие какие-то интересы, они бы выцарапливали друг другу глаза прямо в синей древне. Нам известно, что фарисеи и назаряне тоже, в общем, в сложных отношениях находятся. Ну, то есть, фарисеи-то нас терпеть не могли с самого начала. Насколько христианским было наше отношение к фарисеям, ну, вообще говоря, евангелист Лука в деяниях скорее обходит молчание. Может быть, там особо нечем было похвастаться. Тем не менее, сложные взаимоотношения, сложные. Вы нарушаете то, вы нарушаете это, то, конечно, здесь задают фарисеи. А не всех. Ты неправильно закон исполняешь, ты неправильно веришь, ты неправильно учишь, ты неправильно, не знаю, за ухом чешешь. Вот это психологический тип, который есть в каждой религии, в иудаизме того времени он сконцентрировался в фарисеях. В первую очередь, в фарисеях, все неправильные. К сожалению, потом, через пару столетий, мы увидим, как этот дух до самой глубины проник и в христианскую церковь тоже. Получать всех, какие они неправильные. Вот. Короче говоря, обрезанные, может быть, возмущаются не столько нарушением отделенности от язычников, нечистых, конечно, нечистых, вот отделенных чистых от нечистых, сколько они, может быть, опасаются, и не без оснований, что... Сейчас найдется какой-нибудь фарисей, который прямо в телевизоре с истины храма начнет говорить, вот эти назаряне, они предатели Родины, они садятся за один стол с язычниками, это вообще не наши, в храм их пускать нельзя, и прочее, 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 все это грозит неприятностями христианам и Иерусалима, неприятностями, а то и вовсе изгнанием, и вовсе не так сильно хочется этого. Поэтому, повторяю, то, что необрезанные упрекают Петра, говоря, вот ты сел за стол, ел с этими язычниками пакостными, а, может быть, определяется не только, и даже не столько тем, что они твердо уверены в определениях закона о чистом и нечистом, не только их интуитивным отвращением к язычникам, как к людям, ну, там, я не знаю, другой расы. Вот, это отвращение тоже вещь достаточно стыдная. Ну, и вот таким желанием соблюсти декором, чтобы все, чтобы было тише, гладь и Божья благодать. Никто ничего не замечал. Мы тоже иудеи, чуть своеобразные, и все тут вокруг тоже иудеи, тоже своеобразные. И такая вот у нас прям благостная религиозная жизнь, которая серьезно нарушается, эта благостность поступком Петра. Ну, и вот Петр вынужден оправдываться и говорить, рассказывая про свое видение, про этот узел с разнообразными зверьми нечистыми, о словах Бога, что Бог очистил того непочитания нечистого, о том, что Дух послал его к Корнилию, и вот сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Когда я начал говорить, Петр свидетельствует, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Таким образом, заметьте, это не было так очевидно в предыдущей главе, в рассказе о самом событии. Петр считает, что крещение Духом, когда Дух входит в человека и действует, когда человек начинает славить Бога, восхвалять Бога, причем не ограничиваясь рамками человеческих языков, когда вот из сердца вырывается такая, иногда, может быть, и невербальная хвала, это действие Христа самого. Это сам Иисус исполняет свое обетование, исполняет обещанное им. Я буду крестить вас Духом Святым, потому что здесь вспоминаются слова самого Христа, крестителя, он будет крестить вас водою, а вы будете крещены Духом Святым. А есть ведь те же слова и в другом варианте. Я крещу вас водою, говорит креститель, а он будет крестить вас Духом Святым. Это действие самого Иисуса. Излияние Духа, то, что мы называем крещением Духом, омовение сердца Духом Святым. Заметьте еще, что как бы фоном для вот этого разговора, отчасти в 10-й, и особенно здесь в 11-й главе, является 36-я глава пророка Иезекииля, где Бог говорит «вложу Дух мой во внутренность их, заберу у них сердце каменное, дам им сердце плотяное, и сделаю так, что они будут исполнять заповеди мои, уставы мои». Вот непосредственное действие самого Бога здесь воспринимается и именуется как непосредственное действие самого Иисуса Христа, как начало новой жизни, новой, другого завета. Стало быть, вот эти язычники, они не просто крещены Духом, это Иисус делает, Иисус делает, и Бог дал им такой же дар, как нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, и поэтому Петр не считает для себя позволителем препятствовать Богу. Пока все хорошо. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога. говоря, «Видно и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Две вещи надо заметить. Ну, во-первых, то, что «Видно и язычникам дал Бог этот дар». В конце концов, да, иудеи, христиане Иерусалима говорят, «Ну, раз Бог так сделал, ему виднее». Духовный подвиг. Вообще-то, это духовный подвиг. Настоящий. Когда Бог действует не так, как мы считаем правильным, сказать, «Ну, ему виднее». Обычно это вызывает гораздо более ожесточенную реакцию людей. А во-вторых, посмотрите, как сформулирован, как назван этот дар Божий язычникам. «Покаяние в жизнь». Здесь особенно хорошо видно, что слово «покаяние» – это означает «поворот». И язычникам Бог дал на 180 градусов повернуться от смерти к жизни. Перейти от смерти к жизни. Поворот на 180 градусов. На самом деле, очень значимая, важная формулировка. Далее, во второй части 11 главы говорится о том, что некоторые христиане, рассеившиеся от гонения, там ведь, когда Стефана убили, там начались гонения, и люди стали разбегаться. И даже довольно далеко. И прошли, смотрите, до Кипра, Финикии, Антиохии, «Никому не проповедуя слово, кроме иудеев». «Никому не проповедуя слово». То есть, они идут по очень населенным областям. Они где-то ночуют на каких-то постоялых дворах, встречаются с людьми, разговаривают или не разговаривают, и, скорее всего, даже, может быть, и за один стол не садятся с ними. «Никому не слово, никому не слово». «Им дали великое сокровище, и они его от всех прячут». «Вот так». Такова была позиция христиан того времени. Ну, ориентировочно, это там, между 35-м и 40-м годами. «Никому не проповедуя, кроме иудеев». Ну, в общем, для следующих поколений от того времени и до ныне позиция очень странная. Ну, очень странная. Нам трудно представить себе, чтобы такое было возможно. Все-таки Евангелие, которые были составлены, может быть, чуть позже, чем те дни, о которых здесь Лука пишет, и наша христианская традиция понимания этих Евангелий и отголоски всех тех споров, дискуссий, которые были в Новом Завете, начиная с Деяния и дальше, все-таки заставили нас понять, что Слово Божие обращено ко всем, кем оно будет принято или не будет принято, определяет только свободой самого человека. И, ну, в частности, там, в рассказах о том, как Господь отправляет апостолов на проповедь, это тоже довольно очевидно. Но, смотрите, здесь говорится о том, что парадигмы начинают трещать по швам, что-то начинает меняться. Пока еще только один Филипп одному Евнуху, пока еще только один Петр, одному Корнилию с семьей и друзьями. Теперь здесь, в Антиохии, некоторые кипряне и киринейцы, то есть жители нескольких провинций, иудеи, конечно же, ну, вот происходившие из этих земель, или с кипрески, и не в Северной Африке, говорили эллинам благовествуя Господа Иисуса Христа. Как они это сделали? На самом деле ужасно интересно. Ужасно интересно, потому что обращались ли они к эллинам каких-то специальных взглядов, там, стоекам, не знаю, или кому-то еще, или вообще ко всем, или это были их друзья из эллинов, хотя как могли быть друзья из эллинов у иудеев, которые замкнуты на себе, да, и ни с кем не общаются. Трудно сказать. Вот к каким-то эллинам, то есть людям греческой культуры, они обратились, благовествуя Господа Иисуса. Что именно? Что он есть Господь всех, что он спаситель народа Израилева. Ну, вероятно, об этом тоже шла речь. Вот логика, как вы устроено это возвещение, вышедшее за пределы иудеев, чрезвычайно интересно. Чрезвычайно интересно, что было в глазах апостолов, тем самым главным, чем они сочли необходимо поделиться. Ну, вернее, даже не апостолов, а вот этих вот христиан в Антиохии, пришедших из Кипра и из Киринеи. Как устроено то, что называют керигма, содержание благовестия? Чаще всего об этом умалчивается или говорится очень конспективно. И в деяниях, тем более в посланиях, очень, прямо какими-то намеками коротко. Здесь, видите, Лука говорит просто «Благовествую Господа Иисуса». Где это было? На площади, или в доме, или где-то еще. «Благовествую Господа Иисуса», рассказывая об Иисусе, рассказывая об Иисусе, в какой мере им приходилось при этом разъяснять, что такое иудейская вера, и кем по вере иудеев оказался Иисус, вот мы не знаем. И надо сказать, что рука Господня была с этими иудеями Кипра и Киринеи, и великое число уверовав обратилось к Господу. Великое число, множество людей поверили в то, что вот действительно человек, о котором рассказывают эти евреи, человек, который свидетельствовал о любви Божьей, человек, который говорил о том, что Бог пришел к нам в этот мир, чтобы даровать нам новую жизнь. Человек, которого за это убили, который воскрес, и в нем сам Бог был. Вот на это откликнулись язычники. Не знаю, может быть, конечно, мне кажется интересным, таким важным содержание того, что проповедовали Элья Новоскеприяне и Киринеицы, потому что мы тоже живем во вполне языческом мире. И как с ним об этом говорить, достаточно сложная тема. Так или иначе, там в Антиохии множество обратились и из язычников. И заметьте, и куда им деваться? С иудеями все просто. Они ходят в синагогу, дома по субботам преломляют хлеб, все устроено. Как быть язычником? В синагогу их не пустят. Дома с кем? Кто будет преломлять с ними хлеб? В дома иудеев их, скорее всего, не позовут. В домах язычников они не знают, с какой стороны к этому подступиться. Это действительно некоторая проблема. Как может быть устроена община друзей и учеников Иисуса, есть ли в ней язычники? И вот слух об этом доходит до Иерусалимской церкви. Хотя предыдущая, первая половина главы говорила о том, что да, они упрекали Петра, выслушали оправдание Петра и сказали, ну ладно, пусть, хорошо, Бог, еще нужно так поступить, ладно. Дошел до них слух, что нечто подобное происходит в антиохии, да еще и в массовом масштабе. Они посылают комиссию. Контрольную комиссию поручили в Арнаве идти в антиохию. Посмотрите, что там такое происходит. Что это? Не надо ли это срочно заклеймить позором и другими нехорошими словами? Вообще, некоторым тоже фоном проблема недоверия нас к Богу и друг к другу в этом рассказе тоже присутствует. И, может быть, это далеко не главная тема, совершенно вообще какая-то фоновая, но тем не менее иметь это в виду не вредно. Итак, Варнава приходит в антиохию, чтобы посмотреть, а что тут у них происходит. И увидел благодать Божию, увидел дары Бога в действии, языки, милостыню, еще какие-то, молитву благодарственную. Он обрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Лука поясняет, поясняет, говорит, он был муж добрый, исполненный духа святого и веры. Не потому, что он был научен, уверен из богословских книг, которых, к счастью, в те времена еще не было ни одной. Не из них Варнава был уверен, что да, там язычники, дух, благодать. Все правильно. Он был муж добрый, исполненный духа святого и веры. И это три, так сказать, три стороны одной медали. Добрый, исполненный духа и веры. И он поэтому способен порадоваться тому, что дело Божие совершается, что люди к Богу обратились, что Бог действует в этих путях. Что это неправильно, так быть не должно, что-нибудь еще, все вот эти вот попреки, ну, может быть, но они все отступают на задний план, потому что Варнава муж добрый и радуется, когда люди находят Бога, находят самое важное, самое драгоценное. «И приложилось довольно народу к Господу». Тоже ведь на самом деле чудесная формулировка того, как Лука здесь называет тот факт, что множество людей уверовали, приложились к Богу и жизнь их стала таким образом держащейся за Бога, укорененной в Боге. И что делать дальше? Варнава пришел к такому вот решению, что нужны еще люди, нужен еще по крайней мере кто-то, кто сможет учительствовать здесь в Антиохии, кто сможет объяснять все-таки про закон, потому что его невозможно игнорировать. И еще нет решения, как быть с христианами из язычников и христианами из иудеев. И по крайней мере про иудеев тоже надо что-то язычников объяснять и про их закон. Во всяком случае Варнава находит некоторое нестандартное решение, а именно он идет в Тарс и находит Павла Савла из Тарса или апостола Павла и приводит его в Антиохию. и они целый год собираются в общине, собираются в церкви, имеется в виду церковь как община учеников Христа, ни о каком здании или помещении или организационной структуре, тип сообщества филатеристов. Тогда речь вообще идти не могла. Соответственно, вот они год собираются, непонятно в каком ритме, но минимум один раз в неделю уж точно, вероятнее всего и больше. и учат множество людей. Вскользь Лука замечает, что именно там и тогда ученики стали называться христианами. Почему? Ну, потому что пока это были иудеи, можно было называться иудейской септой Назареев, последователей Иисуса Назарянина. Можно было, а язычники так не могут называться. Ну, и вот рождается новое понятие христиане или род христианский, как потом это назовет публикарный литацит. Заканчивается 11 глава коротким упоминанием об очень важном знаковом на самом деле событии. знаковом для многих и для христиан Антиохии, для Павла в его эволюции, в эволюции его взглядов, для христиан Иерусалима, может быть, даже в меньшей степени, потому что такое впечатление, что они так и не поняли ничего, что произошло, христиане Иерусалима. Из-за Иерусалима в Антиохию пришли пророки, люди, которые молятся и которые как-то обладают таким даром понимать ответ Божий, понимать, как Бог видит то, о чем они молятся. И вот эти люди говорят, что приближается по всей вселенной великий голод. Великий голод не урожай. И действительно был этот голод при Клавдии. Такое там случалось в античности не так, чтобы слишком редко. Да, поскольку проблемы с поставками зерна были очень большими. и логистика не позволяла на большие расстояния поставлять зерно. Поэтому вот голод в тех или иных землях был достаточно часто, а нередко поражал и всю империю целиком. И вот что собственно здесь важно. Как христиане, только что названные христианами, христиане антиохии реагируют на сообщение о том, что будет голод. Они знают, как живут христиане Иерусалима и понимают, что тем не справиться без помощи. Нужна некоторая помощь. И ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к старейшинам через Варнаву и Савла поделиться как с родными. Понимаете, вот это пожертвование, дар помощи христианам Иерусалима, бескорыстный вполне, это знак, знамение даже, может быть, сказать, того, того, что и иудеи, христиане Иерусалима, и язычники, бывшие христиане Антиохии, составляют одно целое. Это не разные церкви, это одна церковь, и тяготы, нужды одной части общины имеют значение для другой части общины. Это, если хотите, такая важнейшая экклезиологическая манифестация, когда поступок этих христиан призван явить, реализовать и засвидетельствовать единство церкви как таковой по всему лицу земли. Потом Павел еще будет прибегать к этому средству, оно тоже оказалось обоюдоострым. не так, чтобы прямо все было радужно и благостно с принятием этого дара, но здесь вот в 11 главе речь идет о том, что этот дар важный очень, важный, свидетельствующий о том, что, ну, как в нашем детском мультфильме говорится, мы с тобой одной крови, вот они одной крови, христиане из язычников в Антиохии, христиане из Иудеев в Иерусалиме. Варнава и Павел везут помощь, которая говорит о том, что отношение всех этих людей с Иисусом Христом важнее всего их этнокультурного бэкграунда. Варнава